это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня юбилей главного документа страны день конституции павел молков награждал и вручал паспорта рекорды и антирекорды на правительстве говорили о погоде и слабой работе фонда капремонта принцип полного цикла в селе ермолова кассимовского района модернизировали молочный цех сегодня день главного документа страны 30 лет назад была принята конституция россии и как заявил сегодня на торжественном собрании губернатор павел молков конституция гарантия на дальнейшее развитие процветания отечества на сцену мус театра для награждения поднимались рязанцы с наибольшим вкладом в развитии области и страны рязанцев всегда отличало трудолюбие с этих слов начал свою приветственную речь глава региона павел молков он отметил что день конституции это важный государственный праздник для всех жителей страны сегодня в музыкальном театре наградили рязанцев которые внесли большой вклад в развитие страны и региона наш президент всегда подчеркивает что граждане это безусловный приоритет государства конституция это отражено в полной мере и первостепенное значение уделено социальным гарантиям людей обнесенные в 2020 году изменения в конституцию еще больше усилили уровень социальной поддержки вот на конституционном уровне еще больше защиту государства получили семьи с детьми пожилые малоимущие конституция это сохранность суверенитета страны это повышение эффективности власти повышение престижа труда это вообще в целом гарантия на дальнейшее развитие и процветание нашего отечества свидетельство о присвоении звания почетный гражданин рязанской области павел молков вручил спортсмену инструктору сборной команды по паралимпийским видам спорта центра спортивной подготовки сборных команд россии марии богачевой также этой наградой застоялся заместитель председателя цик рф член рязанского регионального отделения ассоциации юристов россии николай булаев всегда каждый день когда я иду на работу я работал я всегда знаю что у меня за спиной есть рязанская область мой родной шанский район я искренне всегда работал и помню про рязань рязанскую область про земляков которые обращаются до сих пор я думаю что нельзя забыть свои в ходе торжественного собрания губернатор также вручил рязанцам высокие государственные и региональные награды медаль ордена за заслуги перед отечеством второй степени и медаль за отличие в охране общественного порядка а также почетные грамоты награду достойны представители омвд по рязанской области оборонных предприятий организации социальной сферы и жкх учреждений культуры как отметил глава региона эти люди внесли значимый вклад в то чтобы россия унажала свои достижения становилась еще сильнее а жизнь в ней комфортнее и сегодня же павел молков вручил паспорта рязанским школьникам всероссийский проект мы граждане россии традиционно проводят в день конституции свой первый паспорт совсем еще школьники получают из рук губернатора рязанской области павла молкова проект мы граждане россии в рязани проводят ежегодно здесь ребята которые добились особых успехов в учебе спорте общественной деятельности и творчестве быть гражданином россии это большая честь и большая ответственность потому что от каждого из нас зависит будущее нашей страны наши могучие родины с ее великой историей мы все знаем героические подвиги трудовые рекорды многонациональная культура сильные духовные традиции наша страна абсолютно уникальна наш народ не победил я уверен что вы гордитесь своей родиной и каждый из вас достойный гражданин нашей российской федерации вы уже сейчас показываете хорошие результаты в учебе творчестве в общественной жизни занимайтесь спортом участвуйте в волонтерском движении и собственно самое главное добивайтесь всех поставленных целей вот именно такие качества и нужны и нашей стране целом и конечно нашей рязанской области паспорт гражданина россии получил 21 школьник из города и области помимо паспорта каждому вручили экземпляры конституции российской федерации и памятные сувениры в честь праздника торжественные вручения в рамках акции мы граждане россии прошли по всей области в общей сложности документы получили больше 200 школьников борьба со снегопадом и невразумительная работа регионального фонда капремонта сегодня стали основными темами на правительстве по обеим темам сегодня поступает много жалоб по фонду губернатор призвал к системности работы согласие владимира путина на выдвижение своей кандидатуры на пост президента страны павел молков назвал главным политическим событием года выборы пройдут в трехдневный срок с 15 по 17 марта рязанская область должна быть к этому готова наша общая задача обеспечить высокий уровень организации выборов обеспечить безопасность на участках и легитимность доверия к результатам выборов согласно конституции президент избирается на 6 лет сегодня кстати мы празднуем день конституции 30-летие с даты ее принятия юбилейная дата поэтому коллеги поздравляю всех с этим государственным праздником а вот погода в рязани и области сегодня отнюдь не праздничная снегопад доставляет неудобства всем без исключения коммунальные службы работают без остановки главное чп районного масштаба в восьми муниципалитетах по 31 маршруту был остановлен подвоз школьников при этом замечаний к уборке дорог от главных местах не поступало в самой же рязани продолжает ставить рекорды по вывозу снега по оценкам синоптиков сейчас высота покрова в городе 24 сантиметра концу недели к пятнице по прогнозам будет 52 сантиметра по остановочным павильонам всего в рязани 512 остановочных павильонов общественного транспорта стараемся выбирать их вовремя есть конечно не недостатки привлекаем дополнительные силы и средства дополнительно просим своих сотрудников выходить на субботники на сегодняшний день по вывозу снега за у нас увеличился вывоз снега по сравнению с 22 годом с 28 тысяч тонн до 46 антирекорд ставит фонд капитального ремонта сегодня на его работу очень много жалоб реструктуризация в компании затеянная в начале года а также чехарда с руководством сказались на объемах в этом году выполнена всего треть работ план получается провален актуализация плана 2023 года капитального ремонта проведена в марте сего года прибавилось 63 конструктивных элемента на 23 год из них 14 конструктивных элементов это отопление согласно нормативным срокам возможность приступить физически к работам после актуализации занимает не менее пяти месяцев готовность начала работ наступила только в октябре сего года что исключало проведение работы большое количество конструктивных элементов не выполнено не сделано в этом году поэтому переносим на следующий год но в следующем году на вас даже не двойная больше получается нагрузка потому что вам предстоит тогда выполнить и задачи этого года и задачи следующего там уже не будут приниматься какие-то отговорки обратная связь система контроля за подрядчиками и работа с поставщиками фонде пока откровенно барахлят есть вопросы по штату слишком много начальников зато финансовый резерв тоже есть дебиторская задолженность перед фондом почти полтора миллиарда рублей новый цех по переработке молока открыли в кассимовском районе губернатору рязанской области павла молкова управляющий кооперативом анатолий макеев провел масштабную экскурсию а вот насколько шире теперь станет ассортимент знает кристина бочкарева ферма в гермолова открылась еще в 2017 году в кооператив она превратилась только спустя пять лет правда до сегодняшнего дня производили только сырое молоко сегодня здесь открывают цех переработки изготавливают будут пять видов продукции молоко кефир творог ряженку и сметану пастеризационно-охладительная установка сепаратор для отделения сливок автоматы для фасовки все оборудование отечественного производства мощность цеха 6 тонн в сутки работы по обязательной маркировке молочной продукции практически завершили кстати такой проект удалось реализовать благодаря софинансированию регионального и федерального бюджета общая сумма более 100 миллионов рублей соответственно была задумана программа о создании крестьянских фермерских хозяйств создание кооператива сельскохозяйственным когда создались крестьянские фермерские хозяйства построились коровники закупился скот началась работа но тогда мы еще понимали о том что чтобы не только производить сырье но и готовить готовую продукцию чтобы с выкладкой на прилавок торговые сети района рязанской области во время экскурсии губернатор павел молков продегустировал продукцию и отметил что предприятие организовано по принципу полного цикла более того проект изначально продуман во всем начиная от подъездных путей и инфраструктуры заканчивая хорошими условиями работы для сотрудников мы запланировали ряд мер поддержки они уже реализуются дальше будет только наращиваться потому что понятно что если мы хотим расти расти опережающими темпами то требуется определенная поддержка со стороны правительства причем мы сейчас тоже с директором предприятия обсуждали здесь воспользуюсь всеми программами которые были продолжают пользоваться это здорово помогло строительство предприятия при этом мы еще и помогали ускорение согласования технических присоединений включение также газа электричества это вот то что не видно в программе это не является официальной мерной поддержкой но то что очень серьезно влияет на сроки запуска предприятия в ситуации по словам губернатора павла молкова агропромышленный комплекс одна из основ развития нашего региона сейчас рязанская область занимает 14 место в стране и четвертую позицию в цфо по производству молока и в перспективе эти показатели только улучшать кристина бочкарева дмитрий ефимов телекомпания город сегодняшний день на руси называли зиму указателем поэтому днем можно было предсказать погоду на весь декабрь утро красное быть декабрю ясным подмечали люди если же мила метель то такая погода могла продержаться до николы зимнего багряная заря предвещала сильные ветра в этот день люди у которых не было возможности посмотреть прогноз погоды в интернете или по телевизору делали прогнозы на будущий год по снегу зима без снегу не быть хлебу снег глубок год хорош много снега много хлеба вода разольется сено наберется снег земле кормилицы теплой кожух такие приметы и поговорки знали крестьяне а еще принято было убирать снег с крыш именно сегодня говорили пришел парамон снег с крыши вон и очищали кровли от снежных шапок интересно что делать это нужно было непременно веником или метлой но ни в коем случае не лопатой чтобы крыша не прохудилась к венику кстати на руси всегда относились с большим почтением приписывая ему особые свойства также на парамона говорили что земля каменеет а речка стынет люди верили что с этого дня зима в медвежьей шкуре ходят по деревням по крышам стучит бабам велит вставать печь и топить каши варить ну а если послушать современных ученых синопсиков то в ближайшее время нас ожидает потепление плюсовые дневные температуры придут в регион уже на следующей неделе погода в декабре 2023 поставила несколько рекордов как минимум два касались сильных морозов и один обилие снега да и сейчас метель продолжает заметать город но вскоре осадки прекратятся днем столбик термометра поднимется до плюс четырех и продержится несколько дней но если обратиться к долгосрочным прогнозам которые хоть и не отличаются точностью но дают надежду перед новым годом снова будут снегопады и праздники мы встретим в соответствующем антураже на этом у нас все еще больше новостей на нашем страничках в соцсетях всего доброго